И вот какая мерзость произошла у нас буквально на днях. Ну, я не знаю, зачем вообще такое показывать. Испытываешь некий испанский стыд и всяческое отвращение. Сын председателя Единой России Дмитрия Медведева Илья вступил в партию. Партийный билет ему вручил секретарь генсовета Андрей Турчак. Об этом сообщает пресс-служба. Все это вот так вот красиво засняли. Вручение произошло в Центральном исполкоме партии. Турчак отметил, что партия постоянно обновляется, и в ее ряды вступает все больше молодых людей, неравнодушных людей, которым небезразличны будущие, как будет развиваться, собственно, страна. Турчак поздравил Илью Медведева со вступлением и назвал это важным моментом в его жизни. И также выразил уверенность, что опыт и пример Ильи подтолкнут молодых ребят к решению вступить в Единую Россию. Ребят, мне вот интересно ваше мнение. Напишите, пожалуйста, его сейчас в чате. А почему папа не вручил партийный билет? Он же лидер Единой России. Медведев руководитель партии Единой Россия. Почему вручает Турчак? Почему Дмитрий Анатольевич не вышел, не пожал сыну руку, не вручил ему этот партийный билет или что-нибудь, карточки пластиковые вот эти вот позорные, да, и не сказал, поздравляю, сын, молодец, что пришел. В непростое время нас тут население ненавидит. Надо что-то делать. Мы воруем тут бесконечно. Страна, значит, в руинах от нашей политики. Надо что-то думать. Спасибо, может, ты там прольешь свет. Ну, в конечном итоге, ну, почему сынок Медведев вступает? Ну, уж точно не поединенные соображения. Какие идеальные соображения? Он жил за границей практически всю сознательную жизнь, восхищался Америкой и вообще в целом, ну, не скрывал своих взглядов. Есть несколько его цитат, заявлений, которые однозначно его характеризуют, ну, уж как минимум не патриота Российской Федерации, который уж точно не счастлив, что вот живет в Россиюшке. Но сейчас из-за санкций, да, когда наступили на хвост на Западе, пришлось ехать в Россию, пришлось, значит, как-то здесь пытаться встраиваться, да, во всю эту систему. А здесь, ну, наверняка какие-то дополнительные административные возможности, хотя я не думаю, что у него до этого были какие-то проблемы, да, но здесь, может быть, сейчас пойдет по карьерной лестнице какое-нибудь хлебное местечко ему здесь дадут. Вообще интересный тренд. Неинтересно, когда приедет дочь Лаврова, когда приедет семья Набиулиной, когда, значит, все эти депутаты Госдумы, Единороссы привезут сюда своих чат ненаглядных и тоже в Единую Россию вступят. Я считаю, что это было бы очень круто. Это было бы очень классно. Почему? Потому что, когда завтра система прогниет и рухнет, сама себя изживет. Даже подталкивать, возможно, не придется, да, и народная власть будет справедливо оценивать, да, воздаст каждому жулику по делам. Ну, согласитесь, вот очень такой дискуссионный вопрос. А как вот быть с семьей? Ну, вроде бы, ну, семья-то здесь при чем, да? Ну, казалось бы, ну, что, дети за отцов не отвечают, за родителей не отвечают. Да, и жуликов надо писать в тюрьму, а с них спрос никакого быть не может. Есть такая позиция, согласитесь. Есть обратная позиция, да, людей, которые говорят, ну, подожди, стой, там, родители воровали миллиарды, да, значит, обрекали на нищету миллионы российских граждан, а тратили и наслаждались этими наворованными деньгами семьи этих жуликов, да, там, может быть, сами, значит, эти чиновники и депутаты, может быть, даже в меньшей степени этим наслаждались. Почему? Ну, потому что там какой-никакой работой они были заняты, им надо было схемки прокручивать, там, они, ну, чем-то официальным занимались, да? А эти просто кайфовали, поэтому, ну, в какой-то степени они и должны разделить ответственность. Но в силу того, что тема дискуссионная, согласитесь, насколько этот вопрос снимает вступление в единую Россию, то есть официальную присягу, да, официальное членство, винтиком стать, да, этой разрушительной машины, в частности, вот такой вот шаг, какой показал сынок Медведеву. Теперь, да, народной власти будет гораздо легче принять решение, да, оценить его соучастие всему этому разрушительному процессу. Я считаю, было бы круто, если бы они вступили все, чтобы это было прям обязательно. Но в целом, по примеру сынули Медведева, видно, что из себя представляет образ, да, молодого поколения. Это люди, которые либо карьеристы, которым нужно для бизнеса, для того, чтобы как к кормушке прорваться, чтобы какую-то карьеру там вот построить, именно политическую, ну, конечно, тоже, чтобы к корыту бюджетному поближе подойти, а там, может, черт его знает, назначат, может, там где-нибудь еще и получить, прихватить себе. Вот. Либо это люди, которые, ну, вот, нужно, да, потому что вот Медведев теперь будет и говорит, видите, какой-то у меня сын идея, да, похвастается там где-то, может, даже, я не знаю, руку ему за это пожмет. Но в целом это омерзительный процесс, просто омерзительный. Сын, который жил в другой стране, которую власти называют недружественными, который приехал за санкции в Россию и вступил сразу в правящую партию. Да, такой вот патреон тут образовался. Я в ужасе просто, это мерзко. Ну, вот, среди вариантов ответа на этот вопрос, пользователи в чате предложили, что это было бы явное кумовство, пишет Сергей Петровский, а так, типа, сам вступил. Но все-таки... Ну, это не кумовство теперь. Ну, видимо, нет, да. А так, конечно, большинство согласились с версией о том, что, ну, батя просто забухал, был пьян. А, да, Зимон, да, никак не может прийти в чувства. Ну, его, видимо, просто уже не то, что не может прийти в чувства, его уже не могут привести в чувства. Но, по всей видимости, мы же точно не знаем.